Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я начинаю приготовление деликатесного продукта. Из этого великолепного куска получится, по крайней мере, я на это надеюсь, настоящее пиржество духа и бальзам для желудка. Это свиная корейка со шкуркой. Эта часть туши стоит особняком, потому что мясо здесь маложирное, слой сала совсем небольшой, и так как сало это хребтовое, то есть тугоплавкое, оно отлично подходит для колбас. Но в том случае, когда в готовой колбасе, нужно получить хорошие такие красивые четко очерченные кусочки, не размазывающиеся. Короче, красивый срез. Вот эти ребрышки я сейчас срежу, и они у меня пойдут в дело. Я собираюсь на днях готовить бигас. Я неоднократно говорил, да вы и без меня это прекрасно знаете, что самое вкусное мясо растет на костях. Так вот, для меня вот этот отруб для деликатесных целей стоит на первом месте. И еще момент. Кусок, как я уже сказал, хорош сам по себе, и он уже будет великолепен, если его просто посолить. Но каждый из вас на свой вкус может выбрать свой набор пряностей для того, чтобы придать готовому продукту еще большую индивидуальность. Коротко об основных этапах. Сначала посол сухой. Срежу ребрышки. Для куска такой толщины понадобится недели, может быть дней десять, чтобы соль проникла в глубину куска. Однако в специальной литературе указывается, что при крупнокусковом басоле требуется минимум две недели, чтобы проявился вкус и аромат ветчинности. Я до сих пор готовил только рубленые ветчины. И вот сейчас хочу засолить все куском. И оставить на пару недель. Пусть полежит, есть не просит. Посолочная смесь состоит из расчета на килограмм продукта. 10 грамм поваренной и 10 грамм нитритной. Нитритную соль я купил на Амазоне. И содержание нитрита натрия в ней 0,4-0,5%. Новички на канале, не пытайтесь найти такую соль в ближайшем супермаркете. Ничего не получится. Набирайте в гугле «Нитритная соль купить» и выбирайте ближайший к себе удобный для вас магазин. Особое внимание обращайте на содержание нитриты натрия. Если купите соль с другим содержанием, то самостоятельно пересчитывайте пропорции. А они такие. Нитрита натрия в готовом продукте должно быть не более 0,005%. Общая соленость, для моего варианта, 2%. На ваш вкус это может оказаться либо слишком мало, либо слишком много. В ГОСТах для разных продуктов, для разных рецептур указывается обычно содержание соли от 1,6% до 3,2%. Для меня 2% оптимально. Вы смотрите по своим вкусам. Ещё. Сразу сейчас я засыпаю дроблённый душистый перец из расчёта 3 грамма на килограмм. То есть получится примерно чайная ложка. И буквально парочку коробочек кардамона добавлю. Ещё раз повторюсь. И выбор пряностей, и их количество на ваш вкус. Творите на кухне. Хорошенько всё натираю со всех сторон. Ну и остаётся всё хорошенько упаковать. Для этого я воспользуюсь своим вакууматором. Не то, что он обязательно здесь нужен. Просто он у меня есть, и для меня это удобно. Кусок в процессе посола за эти пару недель нужно будет ворочать. А в вакуум-пакете это можно сделать, не пачкая рук. Кстати, хочу сказать, что это вот у меня уже третий вакууматор. Первые два вышли из строя. Первый свой вакууматор я покупал на eBay. Производитель Германия. Указан на нём вот такой. Стеба. Джомани. Переворачиваем. Стеба. Джомани. ГМБХ. Стеба электрогеррата. Наверное, не знаю. Я по-немецки не читаю. Не суть важна. Он у меня сломался после того, как я запаковал, по-моему, там 14 или 15 пакетов. Просто не включился в очередной раз, и всё. Я, естественно, тут же отписал продавцу. Говорю, так и так. Не фурычит ваша техника. Они мне, что конкретно произошло? Да ничего. В очередной раз воткнул в розетку. Ни лампочки не горят. Ничего не работает. Ну ладно. Мне нужно было продолжать снимать ролик. Я помчался тут же в ближайший магазин докупить вакууматор. Прихожу. Два очень похожих, так, внешне вакууматор. Один такой беленький, другой серенький. 75-85 евро стоит. Один другой. Ладно. Беру я один вакууматор. Вот этот сначала беру. Он подороже. 85. Таурус ВакПак. Замечательно. Вроде аккуратно сделан. Такой переворачиваю. Ага. Написано Таурус Спейн. Модель такая. Да, это сертификат ЕС. Все замечательно. Ну, думаю, ладно, что. Ну, плюс 10. А что второй-то? Беру второй. Вот так же вот. Беру второй. Читаю. Италии. И мелкими буквками на наклеечке. Wait in China. Думаю, ага. Итальянский, но в Китае собранный. Да, замечательно. А потом вижу, что у них задняя вот эта вот крышка, ну, задняя коробка абсолютно одинаковая. Вот у этого, у испанского. Да? Чисто испанского и у китайского. Нормально. Переворачиваю. Смотрю. Один белый, другой серый. Открываю крышку. Оба их абсолютно одинаковые. То есть, это один и тот же вакууматор. Только вот у этого, у испанского, который на 10 евро дороже, крышечка вот эта вот, вот эта вот накладочка, другого цвета. А у итальянского, который, итальянский, но сделан в Китае, беленького цвета. Короче, ладно. Взял я тот, который подешевле, итальянский, принёс домой, два пакета запаковал, сломался. А тёц его магазин поменял вот на этот, который типа испанский, но дороже. Этот пока работает. Не знаю, сколько он только прослужит. Это к вопросу о том, что какие-то комментаторы мне писали. Вот, это только в России можно завести китайские товары, потом сказать, что это Россия, или ещё что-то, или Япония. Чушь это всё. Не несите ахинею. Везде всё одно и то же. Вот вам продают, пожалуйста, китайчатину под вывеской «Испания». И никто и в ус не дует. Так что не рассказывать всякую фигню. Везде во всём мире одно и то же. Так что, чтобы вас не обманули, включайте в голову. Ну ладно. Запечатываю. Так. Готово. Всё. Просаливаться и ферментироваться эта корейка будет в холодильнике. Оптимальная температура 2-3 градуса. Подождём. Продолжение марлезонского балета. Я вам говорил, что буду просаливать эту кореечку в течение недели-десяти дней. На самом деле растянулось всё на 20 дней. Сначала замотался, не было времени. Потом на прошлой неделе думаю, всё, пора уже готовить. Достал свою кастрюлю, достал из холодильника корейку, дал ей прогреться в течение 7 часов оттепления, так называемого, для того, чтобы нитрит натрия полностью прореагировал. Взял её, положил в кастрюлю и, о ужас, она не влезает. А это самая моя большая кастрюля, 7 литров. Перепробовал, перелил всё, большего объёма не нашёл. Готовить в духовке не захотел, потому что пересушит поверхность всё-таки. И заказал в магазине, поблизости, для рестораторов, вот эту коробчонку. Это гастроёмкость, размер 1 дробь 1. Она 21 или 23 литра, по-моему. Сделан из поликарбоната. Такие же металлические продаются. Но металлическая, во-первых, дороже в два раза. Она там 44 без НДС стоит евро. А во-вторых, у металлической гастроёмкости стенки металлических, несложно догадаться, тонкие и теплопотери значительно выше. А значит, электроэнергия уйдёт на приготовление того же самого объёма колбасы значительно больше. Вы не присматривайтесь особенно к вот этой груди колбасы. Это рецепт, который я ещё не снимал. И если результат мне понравится, я, наверное, вам покажу. За основу взят нечто среднее между Краковской Великолепной, вот в этом ролике, и Сервелатом, который версия 2. Это вот в этом ролике. Вот. Итак, купил я эту гастроёмкость, привезли её сравнительно быстро. И сейчас, после 21 дня просолки, этот замечательный кусочек отправляется к колбасе на тепловую обработку. Её я буду проводить, как всегда, со своим любимым чудо-агрегатом. Насосом циркуляционным для сувида. Включаем. Так, значит, включаем. Устанавливаем целевую температуру в 71 градус. Я поставлю вот так. И устанавливаем время. Время понадобится, ну, поставлю, с учётом того, что у меня здесь есть корейка, 3 часа. Я думаю, этого хватит. Всё. Завелось. Насос работает. Отверстие показывает, выше которого уровень воды не должен подниматься. И сразу накрою крышкой для уменьшения теплопотери. Таймер я установил на 3 часа. Поэтому через 3 часа всё, надеюсь, будет готово. После чего стандартно всё нужно будет вытащить из пакетов и подсушить. Сейчас многие наверняка спорят, почему ты в случае с панчеттой вытаскивал из пакета, всё это дело подсушивал, подвяливал, потом ещё пересыпал перцем. А в этом случае не делаешь. Потому что для этого куска, заметили, да, с одной стороны шкурка, а с другой стороны открытое мясо. И если бы я заложил свежего перца сюда, к этому мясу, то мясо получилось бы гораздо более перчёным. А мне этого не хочется. Мне хочется получить более тонкий вкус в этом случае. Вот и проверим, мои умствования получится или нет. Встретимся с вами ещё через 3 часа. Итак, я немножечко обсчитался. Прошло не 3 часа, а 3 часа 40 минут. Проверил термометр, а температура дошла. Вот я уже вытащил этот замечательный кусок корейки из полиэтиленового пакета. И теперь его нужно остужать и слегка подвялить. У нас уже 6 часов вечера почти. Поэтому подвяливаться он у меня будет, видимо, всю ночь. И только завтра с утра я отправлю его в коптильню. Так, ну и надо соорудить подвес. Наверное, так сейчас пробьём. Протянем шнурок. Отлично. И вот на этом замечательном полосатом шнурке я кореечку и подвешу. Как считаете, надо с неё смыть весь этот перец? Наверное, счищу его на сухую. Сначала подвялится, остынет, а потом счищу. Встречаемся теперь уже завтра. Продолжаем разговор. Итак, всё это дело провялилось ночь и половину сегодняшнего дня. И настаёт время копчения. Коптить я буду холодным способом. Сейчас у нас на улице около 16 градусов, наверное. Соответственно, и в этом чёрном ящике температура будет максимум на градус выше. И то за счёт того, что солнце обогревается. Поехали. Постоянные зрители канала знакомы с этим дымогенератором. Но вам скажу, что вот сюда щёлкайте, посмотрите. Раскочегаривать эту штуку можно и обычной икеевской свечкой. И это дело, как вы видите, газовой горелкой. Затеплилось. Ну и загружаем. Совершенно необязательно коптить именно в таком агрегате. Пока он мне не проспонсировал выберу эту штуку, я прекрасно обходился обычной картонной коробкой. Ну, двумя картонными коробками. Ссылку на этот выпуск в конце видео... Нет, не в конце, а под видео размещу. Всё. Это дело работает. Остаётся накрыть крышечкой. Отверстия снизу открыты. Отверстия сверху открыты. Тяга есть. И коптиться это будет, ну, по крайней мере, до завтрашнего утра. То есть, это получается около, наверное, 18, а то и 20 часов. Так что встретимся с вами не на промежуточных этапах, а уже во время пробы. До встречи. Итак, наконец-таки долгожданная проба получившегося результата. Я даже уже не скажу вам, сколько времени прошло. По моим ощущениям, после того, как я заложил эту корейку на эквализацию, ну, наверное, по крайней мере, дней 20. Может быть, чуть-чуть меньше. Давайте смотреть, что там у него внутри. Так. Оркестр играет тушь, бьют барабаны. Оба-на! Ну и как вам? Мне эта картинка очень нравится. Попробуем. Здесь и сало достаточно, какой хороший слой ароматного. И деликатесное мясо. Ай, какая красота! Итак, это мясо даже изнутри имеет аромат копчености. Очень классно. Вы знаете, само мясо почти не содержит сала, поэтому возникает ощущение такой, я бы сказал, суховатости, что ли. Поэтому отдельно от кусочка, отдельно от кусочка сала есть. Я бы такое не порекомендовал, ну, вернее, сам, я так вряд ли буду. А вот вместе с сочетанием с салом, кусочек мяса и сало одновременно кусать. Ну-ка, сейчас проверим. Классно. Я порекомендовал бы вам, в первую очередь, вам, мужики, у меня на канале по статистике 70% мужчины смотрят, готовить вот такой продукт и своим вторым половином скармливать кусочек мяса без сала, а самим сальца, да под водочку. Ой, просто сказка. Я тебе еще раз уточню. И что, что особенно приятно, хранится такой кусок, судя по всему, может в холодильнике, ну, по крайней мере, месяц. То есть, это продукт длительной заготовки. К примеру, перед Новым годом наготовить такого вот всякого мяса, разного забить в холодильник и на новогодний стол целая пуча всяких нарезок. Да, мне это нравится. И аромат пряности снаружи тоже очень даже в тему. Не побоюсь этого слова. Великаю на результат. Смело могу рекомендовать этот рецепт. Берите его на вооружение. Колбасируйте. Удачно колбасируйте. Спасибо за компанию. Всем пока. Слушайте, а сало такое классное. Я бы только это сало ел. Кладешь его на язык, пытаешься пожевать, оно не жуется, оно просто тает во рту, как кусочек масла. Совершенно потрясающе сало. Совершенно потрясающе. Сказка. Сказка.